Сегодня знаки, запрещающие парковку и информирующие о работе эвакуаторов, установлены на четырех городских улицах, на маршала Жукова, Северной, Садовой и маршала Бирюзова. Припаркованный под знаками транспорт принудительно эвакуируется с 8 утра до половины шестого вечера. Значит, в ночные часы машины ставить тут можно. Это было сделано для того, чтобы освободить проезжую часть, особенно в зимний период, когда происходит уборка проезжей части от снега. И очень мешает припаркованной автомобиле именно уборке в зимний период. Сейчас вышло постановление, уже с понедельника оно действует, эти знаки утверждены. То есть сейчас мы можем наблюдать картину о том, что совместно с Одинцовским ГИБДД и нашей службой МУП «Автостоп» производится работа по эвакуации автотранспорта с данных улиц. Естественно, никому не нравится, когда его автомобиль эвакуируют. Однако другого, такого же действенного способа приучать водителей к порядку пока нет. Хорошо видно, что там, где накануне поработали эвакуаторы, улицы стали свободнее. Сегодня у предприятия МУП «Автостоп» 8 таких машин. Вместе с ними постоянно работает и два экипажа ГИБДД. Ежедневно вывозим в среднем, в среднем где-то порядка 10-12 автомобилей, но это катастрофически мало для того, чтобы наводить порядок у нас в городе. Дальше будет еще больше автомобилей. Мы планируем где-то в день убирать порядка 30 автомобилей с улицы. То есть, представляете, парк машин из 8 автомобилей встают вдоль улицы и можем убрать любую. Результат этой работы станет еще нагляднее зимой, когда чистить улицы от снега будет нужно каждый день. Но уже сейчас видно, что центральные улицы города поехали веселее. Альтернатива у парковки вдоль центральных улиц есть. Например, можно поставить машину у домов внутри ближайшего квартала. Днем там достаточно свободно. А будет еще свободнее. Работу мы продолжаем. На следующий год запланировали совместно с отделом транспорта администрации горпоселения делать благоустройство внутриквартально, в дворах. Расширять парковочное пространство за счет свободных территорий, которые сегодня не пустуют. Ну и, естественно, жители уже их заездили, там сегодня грязь, а мы планируем там построить эко-парковки. Где-то эко, где-то просто закатать в асфальт. Одновременно будет продолжено строительство дополнительных плоскостных стоянок, таких как на бывшем клубничном поле. Планируются и новые многоэтажные паркинги. Вместе с тем в этом деле присутствует и некий парадокс. Уже существующие парковки, в том числе и недорогие муниципальные, заполняются сегодня автомобилями лишь на 70%. Люди не хотят куда-то идти, а предпочитают ставить на ночь свои машины прямо у подъездов. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Девчонки, Трифонов, телекомпания Одинцова.